И не в этом дело, нет, не в этом дело, что беда не видеть не могу Когда я узнал о том, что девчонки красивые, стройные, обаятельные, собираются и играют в футбол для удовольствия Я сразу решил поделиться с ними самым дорогим, что у меня есть У меня есть внутри образ, который бы я хотел подать и отдать им в качестве символа их лиги, в качестве символа их движения Это образ очень интересный, образ барона Мюнхгаузена Барона Мюнхгаузена, который за волосы вытащил себя из болота Я всегда, когда занимаюсь какими-то делами, особенно трудными делами, я всегда вспоминаю этот образ Потому что, во-первых, барон Мюнхгаузен – это самый правдивый человек на свете Нет более правдивого человека И это очень хороший образ для девчонок Потому что к девчонкам все относятся с подозрением А правда она говорит, что меня любит или нет А во-вторых, он настолько уверен в своих силах И этого хотелось бы пожелать всем вам Что он, даже завязнув в болоте с лошадью, взял себя за волосы и вытащил То же самое, что сделали вы Вы взяли себя и вытащили из рутины, из ежедневного беготни по магазинам, по парикмахерским, по каким-то делам Вы вытащили себя и занялись таким любимым, интересным делом Вот если вы примете этот подарок и сделаете барона Мюнхгаузена, который вытаскивается за волосы из болота своим символом То, думаю, я буду доволен и вы не прогадаете Я делю людей на три категории Индивидуум и субъекты личности И хочу сказать, что только личность способна взять себя в руки Пойти в магазин, купить спортивную форму Выйти на площадку и показать все, что ты умеешь Я как раз очень рад, что девчонки это делают с удовольствием Я против того, чтобы обязательно стать чемпионкой, выиграть, затоптать, забить больше голов и так далее Нет, сам спорт это время, когда человек раскрывается в самом природоподобном, природосоответствующем виде И поэтому, если мы говорим о людях многосторонних, которые умеют петь песни, умеют красиво выглядеть, умеют танцевать и занимаются спортом Это верх того, что можно достигнуть человеку на этой планете Поэтому я желаю девчонкам никогда не бросать это дело Если вы уже сами не хотите и не можете, приводите своих дочек Вы развиваетесь, потому что спорт это тот клей, то связующее звено, которое все ваши таланты раскроет больше, чем кто бы то ни был Никакой продюсер, никакой антрепренер не раскроет так таланты, как это сделает спорт Потому что в спорте вы натуральные, вы настоящие И на вас очень приятно смотреть, когда вы занимаетесь любимым делом Я легко учился в школе, за это мне дали золотую медаль Потом я поступил в первый вуз СССР, который по тем временам, как я сейчас понимаю, был первым вузом в мире В Московском государственном университете В Московском государственном университете началась другая жизнь Я стал играть в команде ЦСКА, Едешко, Белов, Жан-Мухамедов, Милосердов, Валера Все это мои товарищи, с которыми мы вместе бились на тренировках, соревновались, выступали вместе После этого меня пригласили в сборную СССР, я ездил на чемпионат Европы, защищал честь нашей страны Не очень получилось у нас выиграть этот чемпионат Европы, но все, что можно, мы этой борьбе отдали Потом мой ангел-хранитель, он обо мне очень заботился и решил меня поразвлекать Меня позвали в кино, снявся в фильме «Центровой из Поднебесья» Этот фильм был снят по мотивам победы нашей сборной баскетбольной на Мюнхенской Олимпиаде на последние 3 секунды Но сделан он был очень художественный, не так, как сделан последний фильм, который пытались приблизить к документалистике После того, когда я снялся в кино, я закончил университет, защитил диссертацию И на несколько лет, на 7 лет я нырнул в правительство Я работал сначала в комитете по труду, потом в совете министра в СССР И самое интересное, что я написал закон, который изменил общественно-политический строй в этой стране Вот Ленин в свое время капитализм заменил на социализм А закон об общих началах предпринимательства граждан в СССР ввел в нашей стране капитализм Хорошо, это плохо, но это был цивилизованный капитализм, не тот, который мы видим сейчас После этого я занимался бизнесом, мне это очень не понравилось, было много компаний, много было сотрудников А теперь я живу вот в этой красоте, думаю о будущем человечества и пишу книги Книг у меня уже много, они все написаны под символом добротворения Вот добротворение это главное, чего должен добиваться каждый человек И если мы говорим о спортсменах, то спортивное добротворение, оно имеет две природы Одна природа состоит в том, что человек показывает, что он сильный, что он может преодолеть свою лень Тренироваться, выступать на соревнованиях А другая в том, что он показывает пример другим лентяям, которые сидят на заваленке и кушают, едят, пьют и толстят Вот девчонки, которые взялись за себя и пошли в спорт, я просто всех вас люблю, просто обожаю, вы молодцы И я готов всячески способствовать, чтобы ваше дело не пропало в истории Поэтому, собственно, я думаю, что этот фильм и будет тем якорем, который позволит в буре будущих событий вашу лигу держать на плаву В 1974 году на матч команды студентов МГУ и Институт физкультуры пришли два каких-то таких странных товарища с фотоаппаратом Меня увидели и начали просить меня, чтобы сфотографироваться Мы проигрывали, проигрывали из-за меня, я был не в форме И я был злой, невероятно злой И вот, в конце концов, я увидел, что они не отстанут Я им сказал, хорошо, пойдемте, только я вам даю минуту За минуту они сняли фотографии и ушли Через какое-то время ко мне появились другие люди и сказали, вы знаете, что мы хотели бы вас пригласить сниматься в кино Я никогда об этом не думал и не слышал, поэтому сначала как бы резко сказал, что не хочу Но потом, когда мне сказали, что это фильм будет про баскетбол, про три секунды на Мюнхенской Олимпиаде Это меня сразу заинтересовало, заинтриговало, и я поехал на съемки Но сначала были кинопробы На кинопробах было очень много актрис интересных И мы пробовались, пробовались Но мне впоследствии сказали, что так как автором сценария был Василий Аксенов Когда Василию Аксенову показали фотографии Ермольника, Костолевского, Янковского и меня Как кандидатов на главную роль в этом фильме Аксенов, не задумываясь, выбрал меня, отложив оставшиеся три известные кандидатуры Так меня утвердили, и мы сняли этот фильм Но про это можно много рассказывать Но самое интересное другое Вот недавно вышел фильм «Движение вверх» о той же самой ситуации У меня возникло неоднозначное чувство по этому поводу Почему? Начну с того, что когда мы снимали фильм, к нам приехал Василий Аксенов И мы с ним сидели в ресторане, разговаривали Я его спросил, почему вы так далеко ушли от реальности? Вы не показываете, что это Олимпиада Вы не показываете, что это соревнования века Вы ничего этого не показываете Три секунды И какие-то студенческие команды, студенческая лига Он мне говорит Понимаете, Сергей Если показывать документально, то надо быть очень бережным к каждому персонажу Ни в коем случае нельзя ничего про них выдумывать Нельзя извращать, потому что этим вы сами можете обидеть А в нашем сюжете мы можем творить любые дела Мы можем рассказывать, писать музыку Мы можем рассказывать какие-то анекдоты и так далее И в этом смысле я решил освободить себе руки, чтобы снять реально фильм на эту тему Умный понимает, что это об этом Но зато я никого не обижу Вот «Движение вверх» — это фильм, который был снят и обидел многих людей Я знаю, что есть претензии у семьи Беловых Есть претензии у семьи Кондрашиных Я знаю, что обидели, незаслуженно обидели Паула Ускаса, который никогда не был антисоветчиком Он любил свою Литву Он любил свою Литву больше своей жизни И поэтому вот этого не было показано В этом смысле мне еще чисто технически Во время матча, финального матча, сверху не было забито ни одного мяча И мы тоже в фильме, когда снимали этот фильм, мы тоже думали, забить или не забить Поэтому мы забили только финальный мяч, чтобы показать точку, что мы выиграли А все остальное мы забивали обычные мячи спокойно Американцы там забивали сверху, но мы нет В этом фильме историческая правда была нарушена Потому что снимали фильм, в котором играли современные спортсмены Только они назывались именами тех времен Вот историческая правда была нарушена И в этом смысле фильм, конечно, получился зрелищный, яркий Но он обидел многих людей и нарушил историческую правду В чем, мне кажется, в этом смысле лучше все-таки фильм «Центровой из-под небеси» Я об этом говорю не потому, что я в нем снимался А именно потому, что этот фильм более честный Так, отлично То есть Аксенов пошел на своего рода аллегорию Как это часто делается То есть абсолютно рабочим художественным приемом Да Он был настоящий мастер художника Он нарисовал художественный образ этого момента Причем его украсил юмором Ведь «Центровой из-под небеси» это первая и единственная в мире Лирическая, спортивная комедия, музыкальная То есть нигде не... У нас пела песня Алла Пугачева Она еще не была известна, ее никто не знал Она еще не спела свою... Первый фильм, насколько мне известно, где ее голос звучит за кадром Да Причем в те времена, как звучал ее голос Больше он так никогда не звучал, как он звучал в этом фильме Потому что она еще была на подъеме Она еще не спела свое роликино И в этом смысле она отдавала себя всю К сожалению, тоже не получилось ее взять в кино Потому что я был молодым 19-летним пацаном На моем фоне она выглядела немножко старше меня И поэтому худсовет, а советский худсовет это была серьезная организация Ее не утвердилось Так же, как не утвердил Аню Каменкову С которой мы на кинопробах ходили по киносъемочной площадке Я взял ее на руки, поднял И мы обсуждали, как варить борщ Что было, в общем, шоком для всего киношного мира того времени Потому что такого сюжета никто никогда не видел К сожалению, у нас нет этой пленки Но Аня Каменкова это все помнит А вот войти в актерство Вот, собственно, отрабатывать актерские этюды Это же не всегда легко порой Здесь различные примеры Когда есть почернута игра профессиональных актеров Почернута игра актеров-любителей Как было в вашем случае Вот удивительно Но режиссер мой, Исаак Семенович Магетон Это безумно Безумный человек Просто чудо Чудо на земле Он мне все время говорил Сергей, ты знаешь, я поражаюсь У нас половина актеров-профессионалов Половина спортсменов Но все спортсмены дают форы актерам Все спортсмены в кадре оказываются лучше и симпатичнее, чем артисты Я не могу понять, почему так происходит И это действительно так Все, кто у нас там был спортсменов Они выглядели очень и очень хорошо в кадре А актеры молодые ребята Но они только оттачивали свое мастерство Только начинали съемки Замечательно Я помню еще достаточно была веселая ситуация Когда роль тренера играл какой-то грузинский актер А озвучивал его за кадром какой-то славянский актер Было примерно так Был еще один персонаж, видеоператор вашей команды Который регулярно с вами ездил и регулярно снимал ваши матчи Вашей кинокоманды Я еще помню съемки в четырех городах Вот как-то об этом поподробнее можно Тбилиси, Одесса, Вильнюс Я правильно помню, да? Да, да, все правильно Значит, вот Юра Машкин Который играл второго тренера с камеры Мы с ним общаемся Он живет в Самаре Играет сейчас в Самарском театре Замечательный человек Полон сил, надежд, энергии Год назад с ним встречались К сожалению, Борис Ципурия Который играл роль тренера основного К сожалению, умер Почему его озвучивали? Борис Ципурия играл в грузинском театре На грузинском языке И он по-русски не мог выговорить Чемберлен, Чосич Для грузина такие слова были невозможны И он все время путался Я, хочу сказать так, перемежал это Не совсем цензурными словами Ругаясь на себя, что он не может этого выговорить И поэтому его дублировал, конечно, актер Который умеет такие слова выговаривать Но Борис Ципурия, он был очень талантливый И на самом деле он внес в кино своего таланта Больше всех остальных Трудно профессиональному артисту выступать так, чтобы быть смешным А он был смешной во всем И выступал без дублеров Например, там есть сцена, когда он в бассейне прыгнул сальто в воду Он уже был в возрасте, но прыгнул он сам Это не дублер То есть он был настоящий самоотверженный человек Который шел на пролом И я очень благодарен, что судьба меня с ним свела Замечательно Еще раз скажите один из самых крутых моментов в съемках Я помню канатная дорога На этой канатной дороге главная героиня фильма Это то, Рой, ваш герой ухаживает И который уделяет знаки внимания определенные Которая по фильму должна быть гастролирующей певицей Которые места ее гастроли как пересекались с местами выступлений вашей команды Один из драматических моментов вашего фильма Вот, собственно, расскажите Вот канатная дорога Как этот эпизод вообще снимался? Что конкретно, насколько я понимаю Вы просто в нее цепляетесь И вы вместе прыгаете куда-то в сугроб Я правильно помню, да? Да, да, да Это был ужасный эпизод, который мы снимали, не знаю, пять, может быть, шесть дней Потому что были моменты, когда я действительно висел на этом верху На 12-метровой высоте, на канате Канат, чтобы вы понимали, из него торчат заусеницы металлические Это видно Для того, чтобы не порвать руки На перчатке были сделаны такие пластиковые наклейки И я не мог сжать руку, чтобы я был сильный Я мог запросто на этом канате подняться, выйти в упор Что угодно мог делать, подтянуться Но там были заусеницы И когда ты прикасался, рвалась одежда, рвались перчатки И поэтому мне пришлось висеть вот так руку держать А вот так держать руку на высоте 12 метров Я врагу не пожелаю Однажды я сорвал, слава богу, внизу были сделаны настилы Я пробил несколько матрасов Пробил деревянный настил Целый остался Но сорвался, потому что действительно на такой высоте держаться очень трудно Что касается сцены с девушкой Два варианта Ну, уже сейчас можно открыть Первый вариант Все это снималось таким образом В специальном устроенном полигоне На котором я мог касаться Чуть-чуть касаться носками По мостам И тогда получалось действительно Мне трудно было держать девушку Актрису мою, мою героиню Но я все-таки чувствовал носками почвы И понимал, что я не разобьюсь А падали Падали в снег Как вы понимаете По нормам советского кино Главному герою Такой трюк Было исполнять запрещено Поэтому это были дублеры Которые исполняли этот трюк Хотя я мог этот трюк исполнить Правда, сам трюк-то для них был легкий А вот вытащить их Потому что они провалились на несколько метров В снег такой мокрый И их потом целый час оттуда выкапывали Они провалились в снег глубоко-глубоко Их выкапывали лопатами Потому что достать не могли Они туда вошли, короче, в масло Вот это был трудный эпизод Но вот он снят И выглядит все очень натурально и естественно Теперь Сергей Иванович Вы представьте себе На минуточку оставляете экономику И опять возвращаетесь в качестве звезды На сей раз уже не актерского цеха А может быть и режиссерского, может сценарного Вы возвращаетесь в баскетбол Вы возвращаетесь в спортивной теме Вот собственно вы строите Хороший агитационный фильм за баскетбол Вот с чего вы начинаете Сюжет с юмором То есть если берем, допустим, девушку Нашу прекрасную девушку С чего мы начинаем То ли это сюжет типа свадьба То ли это сюжет типа обретения самой себя То ли это сюжет типа обретения подруг То ли это, допустим, попытка самоутверждения Как профессионалки потом возврата То ли это сюжет типа нанесенной обиды Их допустим в виде травмы Травмы это же жутчайшая депрессия То есть у меня в фильме больше, чем половина героинь просто Просали свое любительское увлечение футболом Из-за того, что, простите, они как женщины Ощущали боль Как известно, женщины, если они ощущают боль Это ой-ой-ой Это для них ощутимо Это, соответственно, резко косит весь энтузиазм Вот, собственно, давайте немножко пофантазируем С чего бы здесь все началось Ну, смотрите Мужской и женский баскетбол Это разные вещи Мужской баскетбол Это чисто мужская игра Очень естественная Нет более естественной игры Когда человек появился только на земле Он схватил какой-нибудь камень Или какое-нибудь копье И бросил в цель Это естественная игра С девушками намного сложнее Дело в том, что баскетбол для девушек Кто играет в баскетбол девушки? Это в основном девушки высокого роста Есть такое Да И, понимаете, они везде выглядят очень странно Очень на них все смотрят А в баскетбол, когда они выходят Они там равные Они все одинаковые Вот я вам расскажу один эпизод Я стоял в автобусе Смотрел в окно И вдруг однажды Вот здесь вот Женский голос что-то спросил А вот здесь вот Женский голос ей ответил Для меня это был шок Я повернулся Это оказались мои знакомые из команды Но вот вы должны понимать Что... Да, у меня два метра Рост Поэтому, когда здесь я говорю Вы должны понимать, что это такое Так вот, для девушки баскетбол Это высокой девушке Это форма, где она себя чувствует Не просто нормальным человеком А успешным, удачным человеком Что касается баскетбола мужского То первое В баскетболе абсолютно бессмысленны всякие анаболики Всякие стероиды Любые-любые стимуляторы Потому что там важно не бежать быстрее всех Не прыгать дальше всех А важно, чтобы внутренняя биохимия организма Была настолько стабильная Чтобы при прыжке Когда ты выносишь мяч на бросок Чтобы все чувства были идентичны И тому, что было на тренировке И поэтому никакие стимуляторы Здесь не помогают Наоборот, они мешают Поэтому баскетбол это естественный вид спорта Где человек может реализовывать свои способности Этого нет ни в хоккее, ни в футболе Ни в легкоатлетике, нигде Везде все спортсмены Хотим мы не хотим Они употребляют какие-то вещества Для того, чтобы прыгать дальше Бегать быстрее Что касается взаимоотношений То мужчины в основном Все представляют из себя Особенно спортсмены, альфа-самцов Они все хотят быть первыми И когда на площадке 5 человек Между ними легко установить иерархию И если эта иерархия Как в свое время в команде Чикаго Булс Была установлена Все знали, что есть Джордан И есть остальные Каждый из которых выполняет свою часть действа То получилось, что эти 5 и были альфа-самцами Которые рвали на мелкие кусочки всех остальных Это блестящий пример Это мужского единения Единение мужчин Альфа-самцов ради общей цели Мне тоже повезло Я играл в ЦСКА Где каждый человек был не то что лидером А Светочем Жар Мухамедов, Едешко, Белов Сергей, Валера Милосердов Это были люди, которые Коля Ковыльки, Витя Петраков, Сергей Ястрева, Володя Гоменский Это все были ребята, которые Каждый был звездой Вот в современном баскетболе Каждый бы был номер один В любой команде Которые играют сейчас Кроме того Был принцип такой Который немножко отразжен в моем фильме В центровом из-под небесе Принцип состоит в следующем Мы играли головой Мы играли и думали Сейчас все играют силой Да, забивают сверху Прыгают, толкаются Но мысли в баскетболе Стало меньше сотни тысяч раз Это меня расстраивает Ты не в этом дело Нет, не в этом дело Что тебя не видеть не могу Субтитры создавал DimaTorzok